МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэт был 13 раз, проезжая по Белорусскому почтовому тракту. Доказательством этому служат подорожные, которые оформлялись на каждой станции во время остановки пассажира. Они давали право пользоваться определенным количеством почтовых лошадей. В экспозиции есть один такой подлинный документ. Также в экспозиции представлен почтово-дорожный быт XIX века. Здесь можно увидеть подлинные предметы интерьера, домашнюю утварь, дорожные вещи. На открытие выставки в Ульяновск приехала заведующая музеем Виктория Кайкова. Она объяснила, почему для временного размещения экспозиции выбран Ульяновский музей. Мы начали думать, куда же определить фонды. И так, чтобы они не просто лежали в фондохранилище, запасниках. И логично было, чтобы экспозиции первого в нашей стране музея литературного героя действовали и демонстрировались именно в пушкинских музеях. Я обратилась к сообществу пушкинских музеев, которые включают в себя не только музеи России, но и зарубежья. И откликнулась Юлия Константиновна Володина, чтобы мы перевезли выставку в литературный музей «Дом языковых». А много ли экспонатов переехало сюда к нам в Ульяновск? — 268 музейных предметов, и это три экспозиции. Удивительно то, что не просто коллекция переместилась сюда в музей, а целые экспозиции. — Как долго они здесь будут находиться? — Первоначально планировалось, что выставка будет действовать здесь один год, но уже при встрече здесь мы увидели, на каком высоком профессиональном уровне она организована. И руководители, и Юлия Константиновна Володина, и Олег Анатольевич Москаленко, заведующие музеем литературным «Дом языковых», они заинтересованы в том, чтобы на весь период реконструкции нашего музея, а это значит на два года. — Что самое такое любопытное в этой экспозиции? — Первая экспозиция была открыта в 1972 году, и автором её был научный сотрудник Всероссийского музея Пушкина Нина Ивановна Грановская. И когда она создавала экспозицию, она следовала каждой строчке произведения. А вот, пройдя в комнатку Дуни, мы видим на кровати платье ручной работы. Вот тоже мельчайшая деталь. Ведь по повести, когда гусар приезжает на станцию, написано, что Дуняша в своей комнатке шьёт платье. Вот словно на секунду она отбросила свою работу, чтобы выйти и встретить очередного путешествующего. Даже на окнах горшки с бальзаминами — это любимые цветы героини повести. Заведующая музеем Дома станционного смотрителя надеется, что экспозиция, где встречается историческая реальность и литературный вымысел, привлечёт внимание как взрослых, так и детей. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Ульяновской правды. 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 Новости Ульяновской правды.